Почти уверен, что у вас есть какой-то вот вид, раздел или вот часть искусства, которую вы вот совершенно не понимаете. Типа, супрематизм, да, или абстракционизм, или фейса. Вы просто вот, вот, а что это, блядь? С этим сталкиваются абсолютно все, и дело тут в недостатке воспитания. Чего? Ща объясню. Здрасте, вы на канале Сейн. Эволюцией сложено так, что у очень многих развитых живых существ старшие воспитывают младших. И для того, чтобы какое-то вот существо, да, стало достойным представителем своего вида, ему нужно какое-то время повоспитываться, побыть ребенком. Котята, например, рождаются слепыми, да, и им нужен постоянный прям серьезный уход в течение какого-то времени, и сможет он там кого-то поймать и от кого-то защититься только вот примерно через годик до этого времени его нужно воспитывать. У людей стадия воспитывания чудовищно долгая из-за того, сколько мы понабрали. Кошкам нужно знать не так много. Им нужно знать, что можно жрать, что нельзя жрать, и что может сожрать кошку. В принципе, все. У нас это адаптация в обществе, это там музыкальные вкусы, то, как, блядь, не поддаваться хулиганам на перемене, и как напиздюхать гопником в подворотниках, закадрить чику. Очень много сложных вопросов у человечества. И поэтому полноценным членом общества у нас кто-то становится только в 18 лет. Вы только подумайте, то есть предыдущие 18 лет, как бы еще вы не считаетесь человеком, потому что вот недостаточно вы поняли про жизнь. А к 18 вас типа уже воспитали, и вы можете взаимодействовать с социумом, идти на работу, там вот все такое. И с искусством то же самое. Ровно как совершенно невоспитанный человек не сможет оценить, там, допустим, бильярд, ему не будет понятно, в чем тут фишка, просто какие-то катающиеся шары. Но стоит только объяснить правила игры, и в чем фишка заведения, и почему это кайфово, то человек сразу наслаждается бильярдом. Для этого нужно воспитание. Ровно как бильярд приобретает кайфовость только, когда ты знаешь его правила, ровно так же искусство приобретает кайфовость, когда вы знаете контекст того, когда и зачем оно создано. Например, Рик и Морти. Скорее всего, вы любите Рик и Морти. Если вы его не любите, то вы, скорее всего, его просто не смотрели. В чем там кайф? Клевая научная фантастика, и вам впирает научная фантастика, потому что вы на ней отчасти воспитаны. Вы знаете условности этого мира, примерные законы, вы видели как минимум три разных способа путешествия во времени, в кино просто, или в книгах, ну понимаете. И шутки, основанные на массовой культуре. Ставший диким шедевром сычуанский соус, эта штука, которая, как бы, она была универсально понятна, никто никогда до этого не слышал ничего о сычуанском соусе, но так как все в теме контекста, эта деталь стала суперхитом. Но при этом покажите своей бабушке Рик и Морти, она не поймет вообще ничего. Для нее это не будет ни смешно, ни интересно, просто набор каких-то картинок. Ровно такой же набор картинок, как для вас абстракционизм. И это касается абсолютно всего, чего угодно. Это касается любого искусства, и когда вы это узнаете, вы начинаете находить параллели. Например, то, что сейчас делает группа Ice Peak в электронной музыке, жутко похоже на то, что делали когда-то Black Sabbath, а позже трэш-команды, типа той же Металлики, Мегадета, Антракса, в Металле. Если там напишите в комментах, пролагивайте, я могу сделать ролик про это, потому что, по-моему, тема интересная. И в этом главный секрет понимания абсолютно любого искусства. Многие считают это суперспособностью, типа ты придешь в Третьяковку, ни хера не знаешь, там просто походишь среди этих картин и фресок старых, и все, ты станешь как бы более культурно насыщен. Это вообще бесполезно, на самом деле. То, что вы увидите оригиналы, но при этом нихуя не будете про них знать, это то же самое, что вы просто в гугле откройте и на фоновый рисунок компа поставите. Ну, будете созерцать, если вам это что-то даст. И ровно по такому принципу я делаю разборы клипов. Я объясняю, почему эта работа крутая в контексте времени, места и этого артиста. Пасхалки и скрытый смысл это лишь условные слова для поиска. Потому что сюжетные вещи и так можно понять, и глаза у меня в принципе ровно такие же, как у вас. Поэтому все, что я могу сказать, это только то, что произведение содержит вокруг себя. И перед тем, как назвать что-то непонятным говном и забить на это, попробуйте прочитать историю этого и послушать людей, которые этим увлечены. Возможно, вы откроете для себя много нового, и вообще-то ваш мозг прям взорвет на мелкие кусочки. Ты знаешь, где кнопка подписки. А это видос из Терры. А еще у исполнительницы замечательный музыкальный Палк вышел клипец. Ссылка в описании на этот клипец. Ну это не клипец, это лайф, но... Переходи.